Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Землетрясения нет, но стены падают. Я сидела здесь на кухне, слышу, как будто, господи, не знаю, кто к нам это во двор скидывает. Там мужики-то же работают. Думаю, не знаю, кто там во двор скидывает. Потом подхожу, Марина тут ходит, пылище. Кто в Ульяновске отвечает за состояние исторических зданий? Готовьте баллы и аттестаты. Зачисления происходят на основании конкурса аттестатов. То есть обычно у нас идет конкурс, да, среди всех поданных заявлений мы выбираем те самые ребята с самыми высшими баллами по аттестату. Приемная кампания в самом разгаре. 85 лет на посту. С 50-го года, потому что он производился на Урале, в Рубите, конечно, уже меняется индекс названия. Марк приобретает новое название, стало называться Урал. Вот М-62 считается самым милицейским. Почему милиция использует такие мощные мотоциклы? Потому что на тот момент времени, скажем так, этот мотоцикл мог догнать, скажем так, обогнать любой, потому что, скажем, на тот момент времени. Тематической выставкой поздравил гараж СССР сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Ульяновск в фазе ремонта. К прелестям дорожных работ, куда входят грохот отбойного молотка и рычание тяжелой техники, жители 140-го дома по улице Ленина привыкли. Но в минувшее воскресенье ситуация осложнилась. Люди испугались за собственную жизнь. Я сидела здесь на кухне, слышу, как будто, господи, не знаю, кто к нам это во двор скидывает. Там вон мужики-то же работают. Думаю, не знаю, кто там во двор скидывает. Потом подхожу, Марина тут ходит, пылище. Говорю, Марина, что случилось? Я никак не пойму. Она говорит, ты не видишь, упала эта стена. Вот, ну страшно, конечно, было, очень страшно. Марина с мужем вышли во двор после воскресного ливня. Треск не давал покоя несколько часов подряд. Люди боялись находиться в собственном доме. Сначала внимание привлекла покосившаяся металлическая обшивка соседнего сарая, рядом с которым, как стало понятно через мгновение, последние секунды доживал автомобиль. Он говорит, отгоню-ка я машину. На крыльце стоял, я стоял вот здесь вот. И все, это упало. В одну секунду. А если бы дети, у нас детская площадка были. Хорошо сработал инстинкт самосохранения, и она с мужем успела вовремя отскочить. То ли из-за дождя, то ли просто от старости рухнуло целое здание. Марина Валентиновна говорит, как заново родилась. Повезло, что не прибило обломками. А вот автомобиль жалко. Он-то пострадал больше всех. О причинах в прямом смысле ухода в историю объекта культурного наследия. Тут были бывшие склады Суворовского училища. Жители соседнего дома выстраивают целые теории, делятся догадками. От банальных, дождь подмыл фундамент и вибрации грунта из-за дорожных работ, до экзотических предположений. Я так думаю, что город боролся с военными, а военные не отдали эти склады. Взяли, подожгли. Я не знаю, конечно, кто поджигал, но я видела, что и давало. Ведь все горело, очень сильно горело у нас. Очень сильно и очень здорово горело. Город не оставил людей в неведении. На первом же аппаратном совещании дан отчет по ситуации. Тюрьме заговор здесь не пахнет. Здание никто не поджигал и уж тем более сносить исторический объект не планировал. Результаты экспертизы будут уже через несколько часов. На месте обрушения выставлены маячки. Подвижек за сутки не зафиксировано. Кстати, соседнюю двухэтажку тоже проверят. Сегодня на территории города работают сотрудники Центрального федерального округа. Именно у них на балансе находится это помещение. Сегодня будет предварительное заключение. Либо здание подлежит полностью снозу, либо последующей реконструкции. Обрушение никак не сказалось на памятном облике улицы Ленина. Объект, что называется, спрятан от глаз обывателя. Тем не менее, учтем, что практически на всем протяжении улица имеет историческую застройку. Перекладывать ответственность за ее содержание долго не получится. У городского наследия должен быть настоящий хозяин. Движение вверх. Задачу определения стратегии развития страны поставил президент Владимир Путин. Регионы выбирают свои пути в привязке к федеральному центру. В Ульяновской области принято решение привлечь к глобальной работе все муниципалитеты. На местах знают все проблемы точечно. Руководитель региона Алексей Русских объехал почти все районы региона. С некоторыми пока знакомится в режиме видеосвязи. Выявляет острые вопросы. Например, в Старокулаткинском районе за круглыми столами специалисты обсудили темы демографии, ЖКХ, здравоохранения, экологии и рынка труда. С первых дней своей работы в Ульяновской области я погружен в цифры, отчеты, статистику. Я выезжаю в районы области, в рабочие поселки и удаленные села. Вижу, что часто отчеты и цифры расходятся с тем, как обстоят дела на самом деле. Из далеких кабинетов не всегда видна реальность происходящего. У нас есть желание сделать жизнь каждого жителя области комфортнее, безопаснее, спокойнее и увереннее. Давайте подумаем вместе, как сделать, чтобы наша область с новой силы начала свое движение вверх. Участники первой сессии предложили идеи по переработке сельхозпродукции в районе. В частности, открытие производства молочной продукции из сырья, собранного из личных подсобных хозяйств. По улучшению диагностической базы районной больницы и привлечению молодых специалистов. А также по реконструкции очистных сооружений районного центра. На заседании штаба по комплексному развитию региона Алексей Русских сообщил о подготовке прямой линии с жителями области. Вопросы, поступающие от населения, рисуют самую достоверную картину. Где необходимо доработать? Где поднажать? Насколько доклады чиновников соответствуют происходящему на местах? Точная дата откровенного диалога главы региона и ульяновцев не называется. Однако работать не за страх, а за совесть ответственным должностным лицам приходится в ежедневном режиме. Какие темы оказались актуальными на очередной аппаратке ульяновского правительства, расскажем прямо сейчас. Сюрпризы переменчивой погоды обрушились мощным шквалом на Ульяновской области. Особо сильно досталось Инзе и ее ближайшим окрестностям. Улицы, дома, деревья пострадали от стихии. Не выдержал ее напора и местный деревообрабатывающий завод. На полное восстановление району потребуется порядка 30 миллионов рублей. В течение суток на территории самой Инзы энергоснабжение восстановили. На первую очередь, конечно, мы занимались водозаборами. Там два водозабора. Пока энергетики в авральном режиме спасали пострадавшие районы, в районах, где проблемы начались нестихийно, устраняют их планомерно. Напряженная ситуация с водоснабжением во множестве муниципальных образований в большинстве случаев – сезонная. То, о чем говорилось пару недель назад, решено притворить в жизнь ускоренными темпами. В регионе появится водовоз на случай перебоев. Продолжаем работу по ремонту водопроводных сетей, по прокладке новых, а также благодаря вам, Александру Яковлевичу, в 2022 году будем работать по вышкам, по замене водоводов. В топе обращений вопросы, связанные с коронавирусом, и здесь обстановка действительно обострилась. За 4 июля зафиксировано 156 новых случаев заболеваемости в регионе, что превышает прошлые суточные показатели за месяц и уже точно выше, чем прошлогодние за аналогичный период. Вместе с тем наблюдается и положительная динамика. Например, растет число желающих вакцинироваться. За последнюю неделю вакцинации нам удалось нарастить. За неделю было вакцинировано 24 239 человек. Министерство сообщает, в наличии спутник ВИИК ВИВАК, но с учетом подросшего показателя заболеваемости, ведомству поручено контролировать свободный коечный фонд. Смертность по стране составляет 3%. Трое из сотни заболевших. Еще один вопрос на контроле – расселение из аварийного жилья. С учетом недавних договоренностей с фондом содействия реформированию ЖКХ, этот вопрос удастся решить быстрее ранее намеченных сроков. То есть мы нашу федеральную программу досрочно реализуем. Это нам тем самым позволит нашу областную программу попробовать включить уже федеральную. Чтобы дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, тоже участвуют за счет федеральных средств расселения. Благоприятные для жизни. Согласно опросу Министерства просвещения, 95,5 выпускников СУЗов планируют остаться после учебы в регионе. Данные актуализируют в сентябре. Вместе с тем есть и показатель, требующий немедленного реагирования. Необходимо принимать меры по увеличению доходов населения, потому что они крайне низкие. Подзор, я считаю, для нас в области. Глава региона поручил Кабинету министров организовать работу с представителями бизнеса по проработке трудоустройства жителей области и увеличению заработной платы. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. К другим темам. Новости о пандемии, вакцинации, профилактике против опасного коронавируса прочно поселились в теле- и радиоэфире, информационных порталах, вытесняя сообщения о текущей работе врачей. При этом ежедневно медицинский персонал выполняет свой долг, ведь кроме заболевших ковидом, в неотложной помощи нуждаются десятки и сотни людей. Боль и надежда, оперативность и талант медиков – все сплелось в невероятной истории спасения пациентки ЦК МСЧ. Слово Максиму Бажанову. У меня раньше такого проблемы не было, я экстренно попала сюда. Острая боль в пояснице, в животе, температура за 39 градусов. Резида Якубова вспоминает события рокового вечера. Боли появились неожиданно, утром 21 июня. После полуночи стали невыносимы. Приступ был у меня, потом скорой взывали. Скоро подъехала, температура была у меня за 39, поднималась. И увезли. Медицин сейчас вот сюда, там нет. Вердикт врачей – камень в почках. Размер практически сантиметр, операции не избежать. Что было дальше, резида не помнит. Я наркоза была, не помню. Но сказали, операция все нормально, прошло. Это подтверждает и лечащий врач Эмиль Шагвалиев. Во время операции никаких осложнений не было. Страшные события после стечения обстоятельств. У пациентки, помимо этого заболевания, были проблемы и с сердцем, с которыми он длительно наблюдается. У кардиологов с таким заболеванием, как давление, артериальная гипертензия, ИБС, стенокардия, напряжение. Они все вот эти болевые ощущения, которые она испытала, они не прошли бесследно для сердца. Выход из наркоза стал испытанием куда больше, чем сама операция. Пациентка начала задыхаться, появились сильные боли в районе груди. У женщины случился инфаркт миокарда. С этого момента счет жизни пошел на минуты. Я сразу же пошла к Эмиду Рустановичу, говорю, вот так и так, маме сложно дышать. И говорю, типа у него грудь болит. Они очень быстро отреагировали. Медсестра сразу же пошла давление, температуру мерить. Прибежали из кардиологии. Эмид Рустанович тоже рядом был. Потом сделали быстрый КВ. И сразу же, ну, то есть очень быстро отреагировали. Сразу же отвезли ее в реанимацию. Успели, спасли. Четыре дня в кардиологии и обратно. Доречивать почки. Со слов специалиста, такой случай на его практике первый. Несмотря на небольшой опыт работы, три года, врачу удалось дважды спасти жизнь пациентки. Героем себя не считает. Как говорит сам врач, просто делает свою работу. И делает ее на отлично. Резида готовится к выписке. Все добросовестно работают. Спасибо им, низкий поклон. И Милю Рустановичу особенно. И реанимация Веры Александровны. Спасибо большое. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Все ОГЭ и ЕГЭ сданы. Тем, кто по каким-либо причинам не смог прийти на экзамены, в основные даты дадут возможность ответить на вопросы тестов в сентябре. При позднившихся просят не волноваться. Подать документы в ВУЗы и СУЗы успеют и они. Несмотря на то, что в учебных заведениях приемная кампания уже стартовала. Куда пойти учиться, выясняла Маргарита Матюшинская. А на чем банковское дело? Банк, да, банковское дело. Это у нас на заводочных службах. У нас их товар-веденник, морской банковской. Заводочные только дела. Да, да, да. Ответственно и волнительно. Выбрать путь после окончания школы непросто. Дорог много. Например, среднеспециальных образовательных организаций в области насчитывается 46. И с 15 июня их двери открыты для потенциальных студентов. В этом году в СУЗах насчитывается 4775 бюджетных мест, более тысячи из которых по рабочим профессиям. При поступлении в организации среднего профессионального образования абитуриент не сдаёт никаких экзаменов. Приём осуществляется на заявительной основе. Зачисление происходит на основании конкурса аттестатов. То есть обычно у нас идёт конкурс, да, среди всех поданных заявлений мы выбираем те самые ребята с самыми высшими баллами по аттестату. Аделя Хамазанова решила от семейных традиций не отходить и продолжить поварскую династию. Но для того, чтобы стать настоящим шефом, умения и навыки, переданные мамой и бабушкой, нужно прокачать. За помощью обратилась в техникум питания и торговли. В будущем хочу стать поваром, шеф-поваром, если получится, и придумать своё блюдо. Екатерина Кобыкина выбрала путь мужской половины семьи, подала документы в железнодорожный техникум. И традиционно высокий конкурс при поступлении на все направления девушку не напугал. Я пошла на электрику. Эти специальности мне больше по душе, чем остальные. Здесь всегда делали проводку, либо меняли розетки, и мне это интересно было. У нас каждый год достаточно большой конкурс, как на железнодорожные специальности. Мы являемся единственным учебным заведением в Ульяновской области, поэтому все, кто мечтает стать железнодорожниками, идут однозначно к нам. В топе IT, направлении медицины и авиации документы подают как очно, с соблюдением всех мер предосторожности, маски, термометрии, обработка рук, так и дистанционно через портал госуслуг или сайт учебного учреждения. Приём заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа, и если в техникуме останутся места, подать документы абитуриенты смогут и до 25 ноября. Время есть, осталось определиться с профессией. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. В продолжение темы. Владимир Путин подписал закон о праве граждан с высшим образованием получать второе или последующее высшее образование по программам в области творчества и искусств за счёт бюджета. Списки университетов и творческих специальностей, на которые распространится порядок нового закона, позднее определит правительство. Что думают ульяновцы о творцах-бесплатниках и обучении другим профессиям? Ответы в традиционной рубрике «Глаз народа». Может быть, получится так, что человек хочет получить высшее образование бесплатно, неважно какое, а для дальнейшего действия это образование быть не нужно. Да, правильно. А почему? Ну, потому что если человек, например, получил первое образование и понял, что он немножко хотел в другую сферу идти, то у него будет возможность выучиться на какую-то другую специальность тоже бесплатно. Не каждый сможет, ну, проучиться за деньги, получить второе образование. Лучше, конечно, бы одно за так, а другое за деньги может. Конечно, правильно. Почему неправильно? Вообще образование должно быть вообще бесплатным. Не только второе, но и первое. А как вы считаете, какое лучше, художественное или техническое образование всё-таки лучше, чтобы было? Это как у кого-кому, кто к чему стремится. Или техническое образование, или гуманитарное образование. Всё равно образование вы должны получать. Мне кажется, в современных реалиях лучше технического на данный момент. Я считаю, да, так как людям нужно это. А почему? Ну, потому что, во-первых, если человек не хочет работать по специальности, которую он получил на первом образовании, то дальше будет ему важнее получить ту профессию, по которой он хочет работать. Техническая, естественно. А почему? Так как техника движет прогрессом. Здесь я могу сказать, только зависит от человека. Покажи, какая своя направо. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, вообще, я считаю, что, наверное, второе образование, высшее тем более, пусть лучше останется платным. А почему? Ну, потому что это уже человек, так скажем, неопределившийся. Он может долго определяться и первый, и второй, и третий. Второе образование – это уже такой уровень, когда человек, наверное, очень осознанно подходит к выбору, и ему это очень надо, и он уже состоявшийся в любом отношении. Да, конечно. А почему? Ну, потому что любой человек должен иметь право на образование. Пусть если это второе, значит, он же это осознанный выбор, это замечательно, если оно будет бесплатное. Конечно, образование вообще должно быть бесплатное. А почему? Я так считаю. Чтобы общество развивалось, не у всех есть возможность. Нужно и то, и то образование государства, и техническое, и художественное. Любое. Лишь бы оно было хорошее. Более 200 военнослужащих, более 20 единиц специальной и военной техники. На полигоне Поливна вновь было жарко. Парашютно-десантное подразделение, 31-ю ДШБР, провело двустороннее ротное тактическое учение. О целях и результатах расскажем далее. Пешим порядком и на броне бойцы 31-й Гордейской отдельной десантно-штурмовой бригады двигаются на огневые позиции. Над полигоном Поливна вновь раздаются звуки автоматных и пулеметных очередей, разбавляют которые резкие выстрелы крупнокалиберного орудия. В ходе учения десантники совершили маневр, назначенный район для недопущения похода диверсионно-разведывательных групп. Условно противника владели выгодным рубежом и перешли к обороне. Основными целями учения является проверка навыков военнослужащих и слаженности парашютно-десантных подразделений. При выполнении различных боевых задач на незнакомой местности, в условиях быстро меняющейся тактической обстановки. А также изучение командным составом батальона, передовых методик, организации и проведения мероприятий боевой подготовки. 200 военнослужащих и около 20 единиц техники приняли участие в двусторонних учениях. Десантники отработали штурмовые и рейдовые действия в условиях активного противодействия со стороны незаконных вооруженных формирований. За время проведения учений десантники показали высокую боевую выучку и профессионализм, продемонстрировав уровень подготовки парашютно-десантного батальона. 3 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. На протяжении 85 лет служба стоит на защите дорог, водителей и пешеходов. Оригинально поздравили полицейских ГИБДД музейщики. В павильоне «Гараж СССР. Ретро-мототехника» открылась выставка «Всегда на посту». Заглянем туда вместе с нашей съемочной группой. Во главе угла новой выставки развернувшийся в павильоне «Гараж СССР. Ретро-мототехника. Мотоцикл «Урал М-62». Железный конь занял свое достойное место в экспозиции, посвященной истории Госавтоинспекции не случайно. На таких мотоциклах перемещались по дорогам советские милиционеры. Техника знакома многим по отечественным кинолентам. Например, именно от мотоцикла «Урал» пытался скрыться Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля». С 60-го года, потому что он производился на Урале, вы видите, конечно, уже меняется индекс названия. Марк приобретает новое название, стало называться «Урал». «М-62» считается самым милицейским. Почему милиция использует такие мощные мотоциклы? Потому что на тот момент времени, скажем так, этот мотоцикл мог догнать, скажем так, обогнать любой автомобиль. Ну, потому, скажем, на тот момент времени. Продолжаем сопоставлять выставку с кинематографом. Один из самых интересных экспонатов – мотошлем сотрудника ГАИ. В народе его еще прозвали «Маргуновка», так как подобный головной убор носил в кавказской пленнице бывалый, которого и сыграл Евгений Александрович Маргунов. Данный шлем производства Волмиерского завода, это в городе Волмиера, в Латвии. И он вот оснащен кокардой, то есть он отличается от гражданских шлемов, именно наличием этой самой кокарды с серпом с молотом. В данных шлемах люди патрулировали улицы на мотоциклах, сотрудники ГАИ патрулировали улицы на мотоциклах. Кроме техники и экипировки, экспозиция включает в себя атрибутику, связанные со структурой, значки, кокарды, часы, форму и другие экспонаты из фондов Ленинского мемориала. Здесь же сотрудники музея и экскурсоводы напомнят посетителям о важности соблюдения правил дорожного движения. У нас есть различные занятия, связанные с правилами дорожного движения. И как раз детям это очень важно, потому что, приходя в музей, сейчас очень важно не только унести с собой историческую информацию, об этом наш экскурсовод рассказывает, но еще и унести с собой что-то полезное, что можно использовать в дальнейшем в обычной нашей жизни. А правила дорожного движения и, соответственно, работа ГИБДД – это прям непреложная и постоянная часть нашей жизни. Выставка «Всегда на посту», посвященная истории Косавтоинспекции, разместившейся в павильоне «Гараж СССР Ретро-Мототехника», продлится до сентября этого года. Репортер 73 сделает ваше утро добрым, бодрым и максимально полезным. С понедельника по пятницу на девятой кнопке первого мультиплекса и на двадцать первой в кабельных сетях смотрите самую раннюю программу нашего телеканала. Чем на этой неделе удивляет утро с репортером, расскажем далее. С 1 июля введены пособия неполным семьям на детей школьников от 8 до 16 лет включительно и женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. По предварительным данным, в Ульяновской области выплаты смогут получить около трех тысяч беременных женщин и 11 тысяч родителей с детьми от 8 до 17 лет. Утро с репортером не могло обойти стороной и эту тему. Заявления все подаются на портале, как мы уже говорили, или в клиентских службах пенсионного фонда. Рассматривать их будет пенсионный фонд по принципам социального казначейства. То есть что такое социальное казначейство? Мама подает заявление, указывает там все сведения о себе, о семье, о своих детях и всю остальную информацию собирает пенсионный фонд. О ее доходах, об ее имуществе. Мама больше ничего не делает. Есть отдельные случаи, когда мама должна предоставить о себе дополнительные документы. Ну, допустим, документы личного хранения. Или документы, которые не может получить пенсионный фонд ниоткуда из государственной системы. В таком случае мы маме обязательно сообщим о недостающих документах. По тому каналу, который она указала в своем заявлении, она получит об этом извещение, предоставит дополнительные документы, и мы уже рассматриваем с учетом этих документов. Смотрите «Утро с репортером» каждый день с понедельника по пятницу с шести до восьми. С нами просыпается область. Ульяновские предприниматели, ближневосточная проблематика и современный театр. Как выясняется, между тремя этими на первый взгляд разнофактурными и полярными понятиями много общего. Наглядно это продемонстрировал необычный проект «Новые читки», с 2018 года существующий в Самаре и в начале июля добравшийся до Ульяновска. Что это? Вид проникновения театра в бизнес или, наоборот, бизнеса в театр? Творческий эксперимент или нескучная благотворительность? Выясняла наша съемочная группа. Иранская конференция. Название новой пьесы Ивана Вырыпаева стало самой необычной для этого драматурга. Уже из эпиграфа с вкраплениями апостола Павла и Шекспира понятно, что речь пойдет об отмене и утверждении закона, и о том, что весь мир – тюрьма, причем образцовая. Все это ульяновскому предпринимательству, устроившему публичную читку пьесы и режиссеру Дмитрию Аксенову, показалось как минимум любопытно. Не стояла задача, насколько я понимаю, кого-то насмерть поразить чем-то. А важно было достичь такого человеческого, внятного результата, хорошего, достаточно качественного. Такой результат был бы невозможен без грамотной организации самого проекта, призванного заинтересовать предпринимателей театром. Актеры подбирались по принципу. В первую очередь это люди, наверное, самые активные, самые неравнодушные, и те, которые не боятся экспериментов. Потому что работа с таким сложным достаточно материалом, актерские задачи, понятно, что это требует затраты не только временных ресурсов, но и просто личных ресурсов даже. Начинающие актеры от ульяновского бизнеса отнеслись к читке с нескрываемым интересом. А то, что драматургический материал непрост, многих даже подстегивало. Тема, которую обсуждают в этой пьесе, то есть в смысле человеческой жизни, мне кажется, люди веками, годами пытаются получить ответ на этот вопрос. Опыт совершенно новый. Ожидание. Вы знаете, я кайфую от этого. Я получаю удовольствие на самом деле. Тем более, моя роль, она не на сопротивление, она очень похожа ко мне, ну, эмоциональному состоянию. Поэтому я получаю удовольствие. Сегодня уже никто из участников проекта не скрывает, что хочет продолжить работу над новыми читками. Ведь и режиссеры, и артисты открыли в процессе репетиций много нового в себе. Для актера зачастую вот подобные работы уже становятся, ну, обыденными. И он смотрит на это соответствующим и относится к этому соответственно. А для этих людей это была какая-то новизна в этом. И, возможно, даже вот свежесть восприятий какая-то отличала вот это. Владимир Гаврилов, Ярослав Щедров, Юрий Тимонин, репортер 73. Иди туда! Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. В завершении напомним телефоны 304173. Размещайте ролики, сюжеты. Здесь объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Скачивайте приложение «Мобильные репортеры». Делайте эфир ярче. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса. Утром и вечером на ОТР. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова